Здравствуйте! В эфире новости в студии Галина Ким. Коротко о главных темах выпуска. Ребята там зарегистрированы, я им даю ссылки на те или иные уроки. Безопасная учеба. Губернатор Валерий Лимаренко проверил организацию дистанционных занятий во 2-й гимназии Южно-Сахалинска. Я не понимаю другой какой-то такой жизни, как без семьи. Семья на первом месте в Конституции России. Хотят закрепить понятие семейной ценности. Без грязи и едкого запаха в области продолжается борьба с несанкционированными свалками. Хотелось бы, чтобы перевели куда-нибудь подальше. Когда же будет переезд? Южно-Сахалинское СИЗО изменит свое местоположение. Мне чуть-чуть не хватило физически. Я третий раунд отдал полностью. Полный контакт. Островные кикбоксеры привезли 8 медалей с чемпионата и первенства Дальнего Востока. Сильное землетрясение магнитудой более 7 произошло на Парамушире. Очаг находился в 250 километрах юго-западней города Северокурильска. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Пострадали только стояки печных труб на частных домах. Ожидается подход волны цунами. Работники из портовой зоны эвакуированы на возвышенность в количестве 400 человек. В населенном пункте объявлена тревога цунами. Организована работа комиссии по проверке объектов жизнеобеспечения. В готовности к реагированию находятся все оперативные службы. В Главном управлении МЧС России по Сахалинской области работает оперативный штаб по сбору и анализу информации. Ситуацию под особый контроль взял губернатор области Валерий Лемаренко. На данный момент эвакуация населения в Северокурильске завершена. Угроза цунами сохраняется, поэтому жители райцентра будут оставаться в безопасной зоне. Рейс Москва-Южно-Сахалинская авиакомпания «Россия» сегодня подвергся тщательному досмотру оперативных служб. Всему виной сообщение о бомбе на борту. Оно поступило во время полета судна. Лайнер успешно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска. Всех пассажиров и багаж досмотрели и провели через рамки металлодетектора. По результатам работы спецслужб никаких взрывных устройств обнаружено не было. В сторону Москвы рейс вылетел по расписанию. Сейчас проводятся мероприятия по определению источника сообщения о минировании. Сахалинские школьники с 26 марта начнут обучаться дистанционно. Такое решение принял оперативный штаб по борьбе с коронавирусом при областном правительстве. Во всех учебных заведениях региона проведена необходимая подготовка и информирование родителей. Губернатор Валерий Лимаренко проверил, как организованы дистанционные уроки во второй гимназии областного центра. 26 марта у островных школьников заканчиваются досрочные весенние каникулы. Но в ближайшее время в свои классы ребята не попадут. Перед началом удаленного обучения во второй гимназии проводят тестовые онлайн-уроки. Пообщаться с педагогами, родителями и ребятами пришел руководитель области Валерий Лимаренко. Мама, там подскажешь что-нибудь, нет? Мама, как вас зовут? Меня зовут Екатерина. Мы относимся серьезно к данной сложившейся ситуации, но мы за дистанционное обучение, чтобы не пропускать школьную программу. Современные методы и технологии позволят исключить контакты с окружающими. При этом обучение остается таким же эффективным. Обычно мы пользуемся электронной платформой «Российская электронная школа». Ребята там зарегистрированы, я им даю ссылки на те или иные уроки, они просматривают видеоматериалы и затем выполняют задания или приходят с вопросами на урок. Помимо предоставления электронных ресурсов, со всеми ребятами будет проводиться индивидуальная работа. Даже контрольные задания планируется выполнять на дому. Маленькую пятерочку, маленькую звездочку, плюсик. Отлично, напишите, как вы справились. Есть вопросы, задаем сразу по ходу, потому что дальше пойдет умножение. Если по тем или иным причинам обучения онлайн организовать не получится, будут приниматься дополнительные меры. Если такой возможности у родителей нет или школа находится в сельском поселении, тогда директор образовательного учреждения примет иные формы организации процесса, которые будут способствовать изучению материала, безусловно, прохождению программного материала, но не будут способствовать распространению вирусов ОРВИ и потенциальной коронавирусной инфекции. Педагоги окажут юным сахалинцам и родителям учебно-методическую помощь в освоении дистанционных технологий. С перечнем бесплатных образовательных ресурсов можно будет ознакомиться на сайте регионального центра оценки качества образования. Владимир Ильин, Юрий Рыжов, телекомпания ОТВ Специалисты в ЦИОМ определили рейтинг поправок в Конституцию России среди жителей. Из предложенных наиболее важной граждане считают гарантию доступности и качества медицинского обслуживания. Также значимым для россиян стала забота о детях и обязательное предоставление им социальной поддержки. Правительство считает, что этими самыми поправками и дотациями они как-то помогут улучшить ситуацию и поддержать матерей. Это уже надо, потому что у нас сейчас сын еще хромает. Но это вообще нужно, конечно. Если цены растут, то и пенсию нужно поднимать. Чтобы людям было пенсионеров же очень много, чтобы лучше жилось. В равной степени важными поправками для людей являются предложения о защите уникального природного многообразия нашей Родины, гарантия адресной социальной поддержки, а также обязательно ежегодная индексация пенсии. По-прежнему значимы поправки о закреплении в Конституции защиты исторической правды и положении о неделимости нашей страны. Эти данные исследований в ЦИОМ размещены на официальном сайте Центра. За ходом голосования по поправкам в Конституцию России в островном регионе будут наблюдать политические партии. В Южно-Сахалинске состоялась встреча председателя общественной палаты Владимира Иконикова с их региональными представителями. Обсудили вопросы организации работы наблюдателей, а также порядок регистрации граждан, желающих следить за ходом голосования. На встрече присутствовали представители ЛДПР, Коммунисты России, КПРФ и Единая Россия. Для того, чтобы партии, которые представлены в Сахалинской области, если они считают важным, откликнулись на инициативу Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Сахалинской области и могли предложить своих кандидатов в наблюдателя. Дело не только исторически важное, оно и государственное, оно важное фактически для каждого человека. Все региональные представители политических партий выразили готовность участвовать в выдвижении своих кандидатов-наблюдателей. Напомню, 20 марта было подписано соглашение с четырьмя общественными организациями, которые также изъявили желание направить наблюдателей на участки. В Конституции России появится понятие семейной ценности. На законодательном уровне будут закреплены обязанности не только родителей по отношению к детям, но и наоборот. Государство обязуется создавать все необходимые условия для образования и воспитания несовершеннолетних. Такую поправку поддерживает большинство россиян. Подробности далее. В семье Курицыных за 52 года совместной жизни появилось много традиций. Одна из самых любимых – собраться выходные возле камина дружной компании. Сейчас у супруга большое продолжение – две дочери, пятеро внуков, одна правнучка. Секрет теплых отношений между мужем и женой – поддержка друг друга. Прошла я по жизни, можно сказать, этих 50 лет, не жалея о том, что мы встретились, что мы поженились и продолжаем вместе жить. В островной области зарегистрированных браков становится больше. В среднем возраст молодоженов составляет 30 лет. В целом по Сахалинской области наблюдается превышение регистрации брака над расторжением, что подтверждает приоритет семьи и семейных ценностей. И это, безусловно, радует. Средний возраст лиц в России, вступающих в брак, составляет 24-26 лет. Кроме того, растет и количество многодетных семей. Сегодня в Сахалинской области таких проживает практически 7 тысяч. Семья Юрия и Ольги Лешок – одна из них. В двухэтажном коттедже помимо бабушки, мамы и папы обитают еще шестеро детей. Три мальчика и три девочки. У каждого есть свое хобби. Мне нужно найти сначала рецепторы. Старший сын Алексей, как и многие другие ровесники, любит изобретать разные технические приборы. Но есть у него и необычное увлечение. Мальчику нравится изучать и выращивать растения. В его коллекции даже экзотические экземпляры. А вот юная Анита в свободное время занимается живописью. Особенно хорошо у нее получаются рисунки, где изображена вся семья. Это мама, это папа, это Леша, это я, это Олеся, это Вика, это Женя, это Никита. Любящие родители поддерживают всех в любом начинании. Как говорит многодетная мать Ольга Лешок, с самого детства она мечтала о большой и счастливой семье. Ну семья это звучит. Семья. Семь и я. Чтобы дружно было, весело. Мне кажется, когда один ребенок, давай им скучно. Я тоже, например, училась в медицинском колледже, закончила колледж, проработала, поступила в медицинский институт. Вышла замуж, оставила институт, приехала сюда. Я выбрала такую жизнь. Теперь помогать детям будут не только отцы и матери. Одна из поправок в главный закон страны гласит. Государство создает условия для всестороннего, духовного, нравственного и интеллектуального развития детей. После изменений в Конституцию на государственном уровне будут закреплены обязательства по созданию условий для достойного воспитания несовершеннолетних. Поправки вступят в силу только по решению россиян. Надежда Кобзева, Дмитрий Клеровский, телекомпания ОТВ. Более 12 тысяч квадратных метров нового покрытия будет уложено на проезжей части улицы Больничной Южно-Сахалинска. В процессе ремонта работы будут производиться в три этапа. Начальным участком стал отрезок дороги длиной 250 метров от перекрестка с проспекта Мира до поворота к областной клинической больнице. Кроме проезжей части будут обустроены тротуары и бордюры, а также установлено наружное освещение. Увеличится также количество полос примыкания с проспекта Мира. После завершения ремонтных работ их станет четыре. Перекрыли дорогу и начинаем работы с крыши проезжей части. Будет устройство ливневой канализации, будет устройство водоканала и хозяйственной канализации. В связи с проведением дорожных работ на участке улицы Больничной от дома 43 до пересечения с проспектом Мира будет ограниченное движение транспорта. В связи с этим схема движения маршрутов пассажирского транспорта должна измениться. На время прохождения работы автобусные маршруты под номерами 15 и 34 будут двигаться по улице Авиационной. По этой же схеме будут объезжать ремонтный участок все остальные автомобили. В Корсакове продолжают бороться с несанкционированными свалками. Мусор на улице Красноармейской складировался годами и вот наконец коммунальщики приступили к его ликвидации. Мои коллеги разбирались, кто виноват в появлении гигантских мусорных куч и как избежать подобных ситуаций. Эта гора мусора на улице Красноармейской мешает Корсаковцам уже не один год. Проблемы здесь не только эстетические. Как признаются жители, летом невозможно выйти на улицу из-за запаха. К тому же собаки растаскивают отходы по всему частному сектору. Зачищали ее единственным, по-моему, каков позапрошлом году, когда здесь участки раздавали. Наверное, многодетным малымышем. Вот это. Здесь же были дома, которые сгоревшие. Вот зачистили эти участки. Ну, соответственно, так как здесь раньше была вообще изначально, вообще мы родились здесь, так сказать. Стояли раньше деревянные баки. Со временем деревянные контейнеры пришли в негодность. Новые на их место так и не поставили. У жителей нет другого выхода, как продолжать бросать мусор на ту же площадку. Но сейчас ситуация меняется. На сегодняшний день мы приступили к ликвидации несанкционированных мест размещения отходов, которые расположены на территории Корсаковского городского округа. В этом году решили начать с ранней весны и будем продолжать работу до позднего сна. С начала 2020 года Министерством экологии Сахалинской области уделяется особое внимание выявлению и ликвидации несанкционированных свалок на территории региона. С муниципалитетами ведется работа, губернаторам поставлена задача в срок до 1 июля 2020 года ликвидировать все эти свалки. Также ведется работа с региональным оператором по выявлению юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, у которых образуются отходы и которые уклоняются от заключения договоров. В настоящий момент уже сформирован общий реестр по Сахалинской области. В него вошли более 100 свалок. Все не будут ликвидированы. Так власти Корсаковского района пообещали в скором времени поставить на место свалки мусорные контейнеры. Вера Рудакова, Надежда Кобзева, Сергей Салихов, Телекомпания УТВ. Вопросы нахождения следственного изолятора в центре Южно-Сахалинска давно волнует местных жителей. С расширением города СИЗО оказалось в одном из процветающих районов города. Сегодня между региональным правительством и областным УФСИН подписано соглашение о переносе учреждения. Власти уже согласовали новую территорию. Олеся Львова расскажет подробнее. Здание, в котором находится Южно-Сахалинское СИЗО, построили более 70 лет назад. Тогда еще за пределами населенного пункта. Сегодня вокруг следственного изолятора кипит жизнь. Стоят магазины, кафе, со всех сторон жилые дома. За время своего существования спецучреждение оказалось в центре Южно-Сахалинска. В этом году губернатор области решил заняться этой проблемой. Это вопрос не только территориальный. Само по себе здание уже давно трещит по швам. Время оставило на нем свои отпечатки. Сооружение, построенное в далеком 1945-м, кишит расщелинами в стенах и старыми коммуникациями. Находиться в нем скоро станет небезопасно. Для нас это в первую очередь новые европейские стандарты. Это новое здание, новые условия для подозреваемых, обвиняемых. Для города, наверное, это место более спокойное для граждан. Расположение места не столь отдаленного в самом сердце города радует далеко не всех. Такое соседство сказывается на качестве жизни сахалинцев. Многие жалуются на постоянный шум и запах, идущий из СИЗО. Живу напротив СИЗО и очень неприятное зрелище. Хотелось бы, чтобы перевели куда-нибудь подальше. Какой смысл в центре города? Они начинают мыться в бане. Такой запах стоит, что гулять с детьми особо и не хочется. Я не настолько близко живу, поэтому не слышу ничего. Но часто здесь прохожу. Неэстетично. Решение о переносе СИЗО уже принято. В феврале Валерий Лимаренко подписал соглашение с начальником регионального УФСИН. Новый участок для подследственных выделят неподалеку от аэропорта, в районе Лиственичного. В этот раз постараются его максимально отдалить от жилых районов. Это важное учреждение, но мы расположим его за городом. Там будет удобное место и понятно, что будет построено таким образом, чтобы было удобно для всех участников. Здание на 500 человек будет соответствовать всем требованиям. К строительству планируют приступить уже в этом году. А через пять лет СИЗО отметит новоселье. Территория же, которую сейчас занимает следственный изолятор, простаивать не будет. На нее власти и грандиозные планы. Участок хотят облагородить под сквер или парк со спортивными и культурными объектами. Судьбу полутора гектара в центре Южно-Сахалинска решать будут именно местные жители. Как итог, спрятанное от всеобщего обозрения спецучреждения и еще одно место отдыха в шаговой доступности. Олеся Львова, Максим Махин, телекомпания ОХОТВ. Продолжаем выпуск. Порядка 200 сивучей приплыли на один из брекватеров морского порта Невельска. Ластоногие по устоявшейся традиции считаются предвестниками наступающей весны. Здешние места любимцы местных жителей и всех островитян начали осваивать еще в 60-х годах прошлого века. Это достаточно уже такой большой длительный срок. Конечно, в первую очередь их привлекает наша местность, наше море, наша рыба, наше пропитание здесь в море. Здесь комфортно, безопасно и они являются символом нашего города с октября, с 2000 года. Сивуч у нас появился на гербе, на флаге нашего Невельского района. Поэтому мы гордимся этим. Вообще три места, где так близко в черте города можно увидеть Сивуч. Это Невельск, Сиэтл и Камчатка. Ранее для невельчан и гостей Сахалина проводили экскурсии. Но в этом году из-за распространения коронавируса поездки к летбищу Сивучи решили отменить. В скором времени за жизнью представителей семейства ушастых тюленей можно будет наблюдать в режиме онлайн. Трансляция будет доступна на сайте администрации Невельского района. Отловом безнадзорных собак и кошек теперь занимаются общественники. Фонд «Помощь животным Сахалин» выиграл конкурс на проведение этих работ. Сейчас на территории центра построена ветеринарная клиника и в ней уже проводятся операции. Также в скором времени там заработает крематорий для утилизации умерших животных. О планах и текущей работе руководство фонда Евгений Коньков. Охрана Центра помощи животным встречает съемочную группу традиционным лаем. Обычная реакция друзей человека на подъехавший автомобиль. Тут же рядом готовят свой УАЗ к поездке в Долинск работники по отлову безнадзорных собак. Благотворительный фонд выиграл конкурс на проведение работ по югу Сахалина. Теперь ловцы должны фиксировать погрузку животных на видеокамеру. Решили заниматься отловом животных без хозяев. В связи с этим построили ветеринарный блок. И вот на сегодня строится блок под кремацию биологических отходов. Установку по сжиганию биоотходов будут доводить до ума в течение ближайших недель. Работает крематорий на дизельном топливе. Главное условие для эксплуатации такого рода агрегатов – удаленность от жилых домов. Не менее 500 метров. Отсюда до них более километра. Поэтому вопросов у надзирающих органов не возникло. Итальянское производство. Там стоит итальянская форсунка, которая за счет топлива производит огонь. 1300, если я не ошибаюсь, температура в нем. Ветеринарный врач Иван Рымарь раньше работал в муниципальном учреждении. С переходом функций отлова к фонду помощи животным перешел туда. Сейчас кастрирует и стерилизует лающих и мяукающих друзей человека в новой, только что построенной клинике. Несмотря на то, что возведение домика завершилось совсем недавно, внутри уже есть все необходимое для проведения операций. С лекарствами тоже проблем нет. Фонд выиграл областной грант на закупку нужных медикаментов. Хочется работать, соответственно, новое здание, соответственно, работать будет еще лучше. Планируется оперировать в зависимости от количества отлова. Поэтому мы здесь независим. Поэтому это может варьироваться от трех и до десяти собак в день. То, что отловом теперь занимаются общественники, любителей животных радует. Сотрудники фонда давно заслужили репутацию людей, которые желают четвероногим только добра. Всех пойманных животных после небольшого карантина стерилизуют, затем чипируют и отвозят к привычному месту обитания. Ежедневно сюда доставляют по нескольку особей. Из Южно-Сахалинска и близлежащих городов. Иногда целыми семействами. Как, например, эта молодая мама породы хаски. Ее привезли вчера вместе с восемью щенками, которые ждут своих добрых хозяев. Евгений Коньков, Евгений Ахмадеев. Телекомпания ОТВ. Островные горнолыжники стали победителями Кубка России в командном зачете. Соревнования прошли по сокращенной программе по причине коронавируса. В числе отмененных состязаний несколько этапов и сам финал. Один из турниров принимал Сахалин. Ограничения в связи с карантинными мероприятиями не сказались на качестве спусков. Как всегда, они были зрелищными и эффектными. Склоны горного воздуха были отлично подготовлены к приему гостей. Соревнования официально состоялись, поэтому из тех команд, которые прибыли на соревнования из регионов России, в принципе, приезжали спортсмены сильные, подготовленные. Думаю, что у нас оправдано первое место. Надеюсь, что мы и дальше будем держать позицию. В Кубке России в нынешнем зимнем сезоне приняли участие 17 региональных команд. На первом месте оказалась сборная Сахалина, вторую строчку заняла Московская область. Тройку сильнейших замыкают горнолыжники Камчатского края. Остается подвести итоги в индивидуальном зачете и в отдельных дисциплинах. 18 медалей разного достоинства из Уссурийска привезли сахалинские кикбоксеры. Ребята успешно себя показали на чемпионате и первенстве Дальнего Востока. Награды самой жесткой дисциплины «Фулл Контакт» разыграли порядка 300 бойцов из шести дальневосточных регионов. С победителями и призерами встретился наш корреспондент Игорь Антипов. Дмитрий Дроздов отрабатывает на груши мощные удары руками и ногами. Он является одним из ведущих бойцов и молодых судей Островной Федерации Кикбоксинга. В Уссурийск отправился с позитивным настроем. Выступил в категории 18 лет и старше. Весит до 67 килограммов. Это был раздел «Фулл Контакт» с лоу-киком. Разрешены удары по ногам, по бедренной части. Этот раздел считается одним из самых жестких. Жестче этот раздел – это только раздел К1, где различные удары коленями. Уверен овел, но в третьем раунде растерял атакующие кондиции. В итоге преимущество оказалось на стороне спортсмена из Забайкаля Николая Гаськова, ставшего впоследствии чемпионом. Забирай, Дима! Проигрыш нам стоил дорого, ведь система олимпийская на убывании. Впрочем, товарища по островной сборной в весе 81 килограмм бронзой поддержал Тимофей Микшенко. Имел реальный шанс выйти в финал, но путь к золоту сахалинцу преградил призер первенства мира Ильяс Казимов из Владивостока. Он просто бегал по рингу и все. Просто ударами ногами лоу-кики мне насыпал, и я ничего сделать не мог. И все. В боксе я его переиграл. А у Ильи Мамаева перебинтована левая стопа. Так дорого парню обошлось серебро в категории до 51 килограмма. В решающей схватке южный скалинец, которому еще и вручили приз за лучшую технику, бился с более возрастным и рослым кикбоксером Приморского края Максимом Пугачем. Он лез на меня больше с руками, лоу-кики мне бил. Я старался его тоже ответить. Один раз даже нокдаун сделал, но мне чуть-чуть не хватило физически. Я третий раунд отдал полностью и из-за этого проиграл. В ходе дальневосточных поединков южный скалинцы и смирных овцы совместно добыли два золота, семь серебряных и девять бронзовых наград. Несмотря на коронавирус, ребята продолжают подготовку. Сегодня в спортзале их собрали вместе для того, чтобы дать на дом до 1 апреля индивидуальные установки. И у каждого спортсмена дневник самоконтроля, где он будет измерять самостоятельно пульс до тренировки, после тренировки, после сна, до сна, после пробуждения и, соответственно, задание родителям. Как только ситуация нормализуется, вернутся в родной тренировочный зал. Здесь и новый ринг установили, и есть все необходимое для будущих громких побед. Игорь Антипов, Алексей Нестеров, телекомпания ОТВ Более полная информационная картина дня на нашем интернет-сайте Сахалин Курилы по адресу skr.su и в социальных сетях. Далее прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok